Здравствуйте, друзья! Мы со Светланой отвечаем на вопрос, который перед вами. Вопрос большой, я потом его долистаю до самого низа, но давайте я буду потихоньку его зачитывать, а потом мы со Светой порассуждаем. Итак, мне 28 лет, о боже! Не курю, не пью, слежу за собой. Родилась, выросла в маленькой деревне в республике Беларусь. В школе всегда училась хорошо, очень старалась. Делала уклон на лингвистику, на языки, мечтала о поездке в Германию, позже поступила в педагогический колледж и в 19 лет, закончив его, среднее специальное образование, учитель иностранных языков, я уехала в Германию по одной программе. Всю информацию нарыла сама, готовилась к языковым тестам усиленно по ночам, сдала все их на отлично. Думала, еду на год, чтобы набраться опыта, а получилось, что до сих пор здесь, уже девятый год. Чему несказанно рада, так как это была действительно моя давняя мечта. За это время я закончила здесь университет по педагогическому профилю, переехала в большой город, устроилась на хорошую работу, которая меня устраивает и которую я очень люблю. Могу с чистым сердцем сказать, что всего этого добилась сама. У меня никогда не было спонсоров, родители тоже были не в состоянии помочь материально, болеют. Будучи студенткой, я работала, подрабатывала и училась одновременно. Работать приходилось на нескольких работах одновременно. И убирала, и за детьми смотрела, и официанткой работала, и в магазине на кассе, и за барной и стойкой коктейли продавала. Прямо золушка настоящая ассоциация. Надо было платить за учебу, общежитие, страховку и прочее. Как иностранки, никакие льготы мне не полагались, не предусмотрено по законам. Училась я не по стипендии, а сама. Рада, что мне ни разу не пришлось делать непристойных вещей, чтобы заработать деньги или идти против своей совести. Мне всегда везло, встречались очень порядочные и достойные люди. Я заметила, что по жизни мне везет, вот только в одном не очень, об этом чуть ниже. Было у меня не всегда все сладко и красочно, были трудные времена. Конечно, когда я думал, а не послать бы мне всех чертой бабушке, и не сводить ли под мамино крыло, потому что, например, на утро, после ночной смены в баре, экзамен, потому что мало сна и мало друзей, потому что практически все эти годы без выходных, даже запалить было очень страшно. Это означало бы, что надо остаться дома, а значит и не заработать денег, а значит и не оплатить какой-либо счет. Не хочется вас утомлять деталями, ведь все это пройденный этап. Университет я закончила в срок, почти на отлично, работу нашла сразу, даже пришлось выбирать между предложениями. На сегодняшний день я работаю по своей специальности уже третий год. В этом году получаю ПМЖ, меня все устраивает, все нравится, снимаю маленькую квартиру и живу одна, а в этом собственные проблемы или не проблемы, смотря как на это посмотреть. Ухажеров у меня хватает, но как-то все не то и все не те. Никто особо не касается сердца, а те, кто касается, а те, кто кажется, что касается и говоришь себе, вот он, сбегают. Заметил, что с годами мне стало труднее влюбиться и полюбить, а замуж хочется, и семью хочется, и деток, только чтобы раз и навсегда, чтобы взаимно и крепко, и с взаимоуважением друг к другу. Но принца нет. Естественно, я понимаю, что идеальных людей нет, и запросы у меня не такие уж и высокие, как говорит мне моя мама. Я просто не вижу смысла включать дуру, ходить вокруг да около, жеманничать, ждать и гадать с серьезными намерениями или нет. Как только я в кого-то влюбляюсь, такое со мной очень редко наслучается. Я вижу в партнере возможного будущего мужа, вернее, отношусь к ним очень искренне и открыто. Естественно, стараясь не перегибать палку. Другие мужчины моментально перестают существовать. То есть я не смотрю по сторонам, ища кого-то другого, но через некоторое время они тогда куда-то исчезают, предварительно перезнакомив меня с родственниками и друзьями. Когда я бываю дома в Беларуси, всех в первую очередь интересует, вышла ли я замуж и нарожала ли я детей. Какая у меня зарплата и какой уровень жизни. Все подружки, почти все, давно повыходили замуж, нарожали детей, многие успели развестись и снова выйти замуж. А я все одна. На самом деле бы с радостью варила кому-то борщи, утюжила бы рубашки и собирала бы носки по квартире. Бабушка говорит каждый раз, вот вернулась бы назад на родину, давно бы замуж вышла. Как будто это самое важное в жизни, и будто не будучи замужем, женщина обречена на несчастье. По-моему, бред, но дома, в деревне, на меня смотрят как инвалида. Куда там? Мне 28 и не замужем, но я никому не даю привить себе комплекс. Я думаю, что всему свое время. Но может я ошибаюсь? У меня много друзей-мужчин, слышу комплименты в свой адрес, хожу на встречи. Но при этом мне жутко неудобно, когда, например, за меня платят в кафе. Мне проще самой заплатить и за себя, и за парня, если он платит в ресторане, то с меня потом как минимум мороженое. Я не люблю быть кому-то чем-то должна. Это нормально? Я очень хочу любить, мне кажется, я была бы хорошей женой и мамой, но может быть я еще не готова к этому. Как это узнать? Как понять, что ты открыт для любви? Как открыться? Я готова работать над собой. Было бы здорово, если бы вы порассуждали на эту тему в одном из ваших видео. Чтобы письмо не получилось очень длинным, я постаралась сократить все до минимума. Это удалось. Пришлось опустить даже то, что я 4 года встречалась со своим первым парнем. Два года жили вместе, но как-то не срослось. Были причины. Прошло почти 5 лет. То есть сейчас ей 28, соответственно с 19 до 23 она была с этим парнем 4 года. Прошло почти 5 лет. После этого у меня длительных отношений не было. Просто не получается. Мне кажется, я мужчин вижу насквозь. Один даже заявил, ты слишком интеллигентная и умная, ты хотя бы коси под дурочку. Пробовала. Не получается. А может стоит? И что так? Всю жизнь? Вот такое письмо. И Свет, кто начнет? Я начну. Окей, она Светлана мне пальцем показывает. Значит, я что хочу сказать. Мне очень нравится девушка. И вообще эта история такая, действительно вот такой Золушки. Знаете, ей только еще принца не досталось. Где-то там на подходе этот принт. Во-первых, я не считаю, что 28 лет это что-то такое запредельное. И я вижу очень классных девчонок, которые выходят замуж и в 32, и старше тоже бывает. Не у всех получается в 19 или в 20. Как в деревнях. Может быть принято там, может еще раньше. Значит, где-то на подходе человек. Но мое понимание такое. Значит, там подруги уже успели развестись и замуж снова выйти. Фактически у нашей героини, она была замужем, она не оформляла отношения, но она 4 года была с одним парнем. Они жили вместе 2 года, потом они расстались. То есть, скажем так, они жили гражданским браком. Поэтому, одно дело 19 лет. Вот я женился в 19, Свете было 18. Я отлично помню. Когда мозгов нет совсем, и ты так, как бы, легче так. А когда ты начинаешь соображать. Пойди в 30 женись, я вот тебя посмотрю. Сложно, потому что соображаешь, уже начинаешь, уже видишь людей, понимаешь что-то в жизни. И так далее. Поэтому она, уже имея опыт одного гражданского брака, значит, она смотрит по-другому на мужчин. Вот она говорит, я их вижу насквозь. Но тут еще момент наложился очень сложный. Значит, девочка наша совершенно такой героический по жизни человек. Она абсолютно самостоятельна. Она абсолютно самодостаточна. Понимаете? Она не домашняя ласточка, киска, там, пупсик, понимаете? А она абсолютно самодостаточный человек. Ей-то парень нужен какой? Понимаете? Который может рядом с собой терпеть, не то же терпеть, но получать удовольствие от того, что у него вот такая жена, которой вообще никто не нужен, включая его. Понимаете? То есть он ей, конечно, нужен, но он, трудно это понять, трудно увидеть вот за ней сильный, красивый, эффектный, самодостаточный, успешный, такой обалденный девак. И какой должен быть мужчина, чтобы не почувствовать себя каким-то раздавленным, подавленным. Вот ее, она влюбляется, ее знакомят с родственниками, с друзьями, потому что такую девочку тоже не найдешь. Иди, найди такую девочку. И вот он, и он ее, вроде он все, и он поплыл, и он показывает друзьям, показывает родным. И они ему говорят, так, милый, ты же не сможешь соответствовать. Или там, допустим, это не твой, там, тебе нужна домашняя, тебе нужна такая. Она бы, может быть, с радостью варила борщи, но на ней этого не написано. Знаете, на ней не видно, что она бы варила борщи, что она хочет именно детей и так далее. Поэтому я на самом деле не вижу пока никакого трагизма. Она встречается, попадаются какие-то люди, значит, не попался тот, который надо. Ну, попадется, ничего страшного. Я не думаю, что какие-то проблемы. Но с точки зрения того, допустим, как, может быть, ей изменить что-то в себе, да, для того, чтобы вот этот ушел, вот этот вот, ну, как сказать, проблема ушла вот эта вот. Я тогда, Свет, ты возьмешься поговорить? Хорошо, я тогда отдаю Светлане свой хедсет с микрофончиком. Прошу. Давай. Ну, в этом вопросе я вижу сразу несколько, как бы, сап-вопросов. Под вопросом, да. Значит, в первую очередь, вот здесь в письме прозвучала фраза такая, сейчас я найду, как будто это самое важное в жизни, и будто не будучи замужем, женщина причина на несчастье. По-моему, бред. Я думаю, что эта фраза, она, собственно говоря, и является ключом вот ко всему этому письму и ко всей этой проблеме. Дело в том, что женщина абсолютно самодостаточная, абсолютно никто не нужен ей по ощущениям, да, то есть ей хочется замуж, ей хочется куда-то, но на уровне подсознания ей никто не нужен. И на самом деле мужчина, который, мужчина влюбляется в женщину, да, когда он может ей что-то дать, а женщина должна уметь взять. Так, вот эта вот девушка, она не умеет брать, она всегда хочет отдавать. И мужчина, в особенности, если она встречается с мужчинами российского происхождения, которые сами чувствуют себя такими мачо, да, которые сами любят платить, они пугаются таких женщин, они боятся их, и они боятся, что это, ну, в семейных отношениях это будет неправильное распределение ролевое. Это идет в силу воспитания. Вы очень много лет уже прожили в Германии, и все-таки Германия это страна с настоящим капитализмом, а не с российским тихим, скажем так, капитализмом. И ментальность тоже немножко другая там. И вы, приехав в таком, в общем-то, юном возрасте в эту страну, переняли манеры вот этих вот бизнес-отношений. Может быть там и немцы, почему? Может быть там местные ребята? Мне кажется, что для вас самый правильный путь, дело в том, что когда мы говорим, понимаете, у вас с одной стороны все-таки, ну, Белоруссия и Россия как-то это воспитание одно и то же в целом, да, близко очень. Мне кажется, что у вас идет противоречие между романтическими устремлениями навстречу вот такого любимого человека, принца и так далее, и... Российскими. Российскими, да. И совершенно самодостаточного бизнес-ориентированного человека, которому нужен муж, нужна семья, ну вот не подворачивается хороший человек. И это то, кстати, о чем мы говорили буквально несколько дней назад по поводу феминиста, что девушкам с хорошо развитым, с хорошим образованием и так далее, трудно найти себе адекватный парк. Так вот, я бы вам что порекомендовала? Я бы вам порекомендовала немножко сменить акцент, и у вас все абсолютно получится. То есть не ищите романтической любви, а ищите брак по расчету. Дело в том, что брак по расчету, это не значит брак без любви, отнюдь. Я уже тоже в одном из своих видео записывала, что когда индусы занимаются сводничеством, да, для своих детей, они сначала женятся, а потом начинают любить друг друга. Это правда. Ты любишь человека, и ты уважаешь его за какие-то его заслуги. Ищите себе брак по расчету, ищите себе достойного партнера в браке. Не ищите возвышенных романтических отношений, потому что эти романтические мальчики, они вас боятся, они шарахаются от вас. А вам нужен равный партнер в семейной жизни. Партнер. И вам будет за что его любить, и вам будет за что его уважать, и он вас будет любить и уважать. И это будет самая прочная семья, поверьте мне. Я думаю, что это самый ваш правильный путь, и как только вы смените, вот такой, знаете, клик произойдет в мозгах, вы тут же себе найдете пару. И у меня большая просьба, как только вы себе найдете пару, сообщите нам об этом. Мы поговорим на эту тему. Давай я, может быть, скажу пару слов. Я думаю, что я не могу слышать. В развитии того, что ты говорила. Дело в том, что у нас вот этот партнер в компьютерскую, у нас, ну вот, скажем так, последние пару месяцев, что-то у нас девчонки все замужние. А так вообще у нас очень-очень много девочек. Такой путь, допустим, вот она приезжает там где-то там в 20 лет студенткой там по work and travel, потом она, значит, остается, получает политическое убежище. Она за какое-то, за это время она там тоже очень похожая. Она должна сколько-то в нелегалке работать, потом она там и в ресторанах, и в барах, и в отелях, там еще что-то. И какие-то отношения возникают, и ничем не заканчиваются. И вот где-то они годам, ну, скажем так, 26, 27, 28, 29, 30. Вот этих девчонок у нас очень-очень много. Это основная вот такая масса тех, кто к нам приезжает из разных штатов. Я частенько их показываю. Вы видите, они красивые, они глазастые, улыбка шикарная, энергии у них много. Я думаю, что они очень похожи на героиню нашей истории. Но и дальше я смотрю, что с ними происходит. Вот они учатся в школе, я говорю, а там как-то романтическая, Миша, у нас не до этого. Вот мы сейчас учимся, я думаю, надо же там, думаешь, познакомить. Нет, 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 мы вот учимся. Потом они идут работать, попадают в мужской коллектив, потому что все-таки в айтишных компаниях там в основном, конечно, парни работают. И дальше уже очень быстро находят в себе и парня правильного и так далее. Но что я хочу сказать. Они уже не такие юношеско-эмоциональные или девичьи эмоциональные, как в 19 лет или в 18 лет. Им уже 28, им 29, им может быть даже 30. Они, конечно, уже соображают, они понимают что-то в жизни. Они, да, ищут партнера, вот как Света говорит. Но это не значит, что у них, что они роботы, у них отсутствуют эмоции, что они, допустим, не хотят, чтобы у них была любовь и так далее. Но это действительно как бы получается над стройкой, над, это приходит, да. Но это как бы над стройка над тем, что два правильных партнера возникли. Потом, понимаете, как, скажем, если девочке там 30-ник, то, ну, наверное, мужу ее будет там не 26, а, наверное, будет там 34 или 35. Я не знаю, но в основном обычно постарше, ребят. Поэтому я что хочу сказать, это уже тоже не такие уже прямо эмоциональные, понимаете. Хотя эмоциональность, она присутствует, но я хотел очень поддержать вот этот тезис Светланы о поиске партнера. То есть он должен хотеть детей. Понимаете, когда человеку 24 года парнем, он еще не думает о детях, он сам еще маленький. Понимаете, а когда ему 34, например, он уже хочет деток. А 38 ему, ужасно хочется деток, понимаете. И так далее. Поэтому вот я очень поддерживаю, Света, то, что ты говорила. Я буквально добавлю пару слов о том, где таких людей искать. То есть поскольку речь идет все-таки о поиске бизнес-партнера, да, то нужно, во-первых, искать их в адекватной среде, да. То есть это должен быть круг общения, но, по крайней мере, такого же уровня, как у вас, или немножко выше. Это первое. Это должен быть человек с достатком, но уж не меньше, чем ваш. Потому что это определяется бизнес-отношениями, если мы говорим о партнерстве. Но все-таки это семья, Света. Но вы рассматриваете будущего кандидата, как человека, с которым вы готовы строить семейные отношения. То есть вы смотрите на него, как будущего отца своих будущих детей. И в этом смысле вы на него смотрите немножко другими глазами, да. Не просто с точки зрения того, что сколько у него денег там, или какую работу он делает. Насколько он хорошо относится к детям, насколько он порядочный, насколько он ответственный и так далее. Насколько на него можно положиться. И дальше, что получится, произойдет вообще чудо. Потому что после того, как вы для себя сформулируете все его хорошие качества, после этого вы поймете, за что его можно любить и уважать. Любовь придет со временем. Она не приходит сразу. Чуть-чуть, когда люди влюбляются романтически в 19 лет, и потом живут и умирают в один день, и всего живут 50 лет в счастье и в согласии. Так очень редко бывает. Как вы сами заметили, что многие ваши подруги уже развелись. А вот все-таки братья, которые начинают все по расчету, они постепенно перерастают в очень нормальную, хорошую, нормальную капиталистическую семью. Что, в общем-то, здоровая тенденция. И я считаю, что такие братья крепче, потому что они основаны на потребностях людей и в продолжении своего рода, и в обеспечении, в первую очередь. Ну, я, Свет, единственное, что добавлю к этому, что исторически, вот в английском языке есть такое слово «connotation». То есть, как бы, такой скрытый смысл, который присутствует. Брак по расчету, вот когда мы по-русски это говорим, в нем есть такая негативная connotation. Что вот, типа, там, продать себя. Понимаешь? Да, да. Я просто хочу сказать, что брак по расчету, это в данном случае, Рич, это брак, построенный на логическом осмыслении своих потребностей, устремлений, интересов, целей и так далее. И на логически осмысленном поиске партнера. Вот, собственно, все. То есть, это очень положительная вещь. Да, Свет. Еще одну вещь хочу сказать. Как только вы сформулируете для себя, какой вам человек нужен, но сформулируете очень детально, со всеми подробностями, этот человек у вас появится. Вот как ни странно, вот в жизни так случается, уж как пошла заявка куда-то, да, и небеса разверзгались, и дали вам такого человека, который нужен. Поэтому сформулируйте, кого бы вы хотели видеть рядом с собой, чего бы вы, какие черты хотели в нем видеть, а какие бы не хотели видеть. Причем то, что вы упустите, вот это остается под большим вопросом, какие пункты, и ничего неизвестно, что там будет. Поэтому чем подробнее вы сформулируете, какого человека вы видите рядом с собой, тем скорее этот человек появится, и он будет соответствовать всем вашим требованиям. Да, то есть фактически вы как бы, сформулировав свой интерес, вы отправите заявку туда, высшие инстанции, и они вам сразу кого-то пришлют. Я это воспринимаю как, вот знаете, похожая ситуация, когда вот купил автомобиль, и едешь в этом автомобиле, и вдруг такое ощущение, что вся дорога в этих автомобилях. То есть раньше ты просто их не замечал, ну какая-то там машина. Теперь, когда она перестала быть какой-то, она когда стала очень такой вашей, очень специальной, для вас special, как у нас особенной, вот, и вдруг такое ощущение, прям со всех сторон повылезали эти машины, и чуть ли не каждая вторая, это вот такая, как у тебя. Вот то же самое здесь происходит. Как только ты спецификацию отправил туда наверх, так сразу вот эти правильные ребята стали возникать. Это как бы абсолютный такой закон природы по заказу из каталога. Я думаю, вот что, мы заканчиваем нашу беседу. Я на самом деле очень рад, что такая девочка хорошая нам написала, я просто вот уже почти в нее влюбился, так сказать, ну как вот, во внучку, можно сказать. То есть она славная, она хорошая, она такая умничка, такая солнышка, если все такие были, правда, Света? Вот, и она труженица, и она всего добивается сама, и так далее. Такая хорошая, иди найди такую девочку, вот я еще скажу. Вот возьми мужика, который хочет найти такую девочку, фиг найдешь. Поэтому все у нее путем, и вот, может быть, действительно, там как-то наши советы ей помогут, как бы, завершить ту стадию, в которой она находится. Я хочу выразить уверенность абсолютную в том, что все будет очень и очень здорово. Дайте знать. Вот, и дайте знать, да, Светлана подсказывает. Счастливо! Счастливо!